Здравствуйте, уважаемые читатели и госпитатели Заметки Электрика. Сегодня я вам хочу рассказать и показать, так вкратце, в виде небольшого обзора про электрику и электропроводку. Ну, вернее, электрику на острове Шри-Ланка, на острове Сейлон. В общем, линия 10 кВт, идет у них прям непосредственно по городу, и от нее выполнены уже ответвления на понижающие трансформаторы различной мощности. А уже от понижающих трансформаторов выполнено СИП-кабелем, СИП-проводом, вернее, питание уже потребителей. Сейчас это все сами увидите. Линия 10 кВт, вот она идет прям по поселку. Питание это вот идет десятка. Здесь какой-то стоит линейный разъединитель и подключен кабель. Вот эта все линия приходит сюда. Дальше здесь она уходит дальше, здесь какое-то ответвление. Так, здесь же у нас установлен разъединитель линейный и подключен он кабель в СИП-кабель, который опускается вот куда-то вот сюда. Вот, причем вот видно, что отдельно заземление портала выполнено отдельным желтым, зеленым проводом, ну где-то, наверное, 35-кой. Не совсем правильно сказал, на самом деле это не линейный разъединитель, а это предохранитель-разъединитель выхлопного типа серии ПРВТ-10. Данные предохранители-разъединители серии ПРВТ наружной установки предназначены для защиты силовых трансформаторов и распределительных систем от коротких замыканий и предельных перегрузочных токов нагрузки, а также для создания видимого разрыва в цепи 10 кВт, для включения и отключения участка в цепи под напряжением с отключенной нагрузкой. Предохранитель-разъединитель выполнен в виде однополюсного аппарата, состоящего из фарфорового изолятора, на концах которого на армированных кронштейнах закреплены контактные системы, контакты. В контактных системах устанавливается держатель, то есть патрон заменяемый. Труба патрона предохранителя выполнена из армированного газогенерирующего материала, который обладает хорошими изоляционными свойствами и дугогасящей способностью. В патрон предохранителя-разъединителя устанавливается заменяемый элемент с плавкой-вставкой. Рабочее положение аппарата это включенный патрон, он же главный нож, установлен в контактах. При прохождении токов перегрузки или короткого замыкания плавкий элемент перегорает, дуга гасится под давлением газа, выделяемого газогенерирующими материалами патрона. Патрон выходит из контактов, обеспечивает тем самым видимый разрыв цепи и отключенное положение аппарата. Операция включения-отключения или снятия и установка патрона осуществляется вручную, прямо непосредственно с земли, при помощи специальной изолирующей оперативной штанги, позволяющей производить оперирование даже при влажной погоде и под дождем, что собственно и актуально для тропического климата в том числе. Идем далее. А, ну вот, это ответвление было для понижающего трансформатора, вон он находится. Так, ну вот, вот эта вот линия приходит с той стороны, приходит на понижающий трансформатор, здесь установленный линейный разъединитель, вот такой вот небольшой трансформатор на опоре, и с него идет три фазы. Так, маркировку вот не вижу, но какую-то вижу красный, зеленый, желтый, наверное, ЖЗК наш. Может быть, я ошибаюсь, может быть, зеленый у них используется, вот, даже бело-зеленый проводник, по-моему, это у них, как ПЕ-проводник у нас, заземление, проводник заземления. Так, здесь что у нас стоит? Какие-то мощные сжимы вводные, наверное, на уже вот эту вот линию, которая уходит дальше по улице туда. Здесь, ну, а здесь в обратную сторону, получается. Вот, мы идем с этой стороны. Так, вот еще один понижающий трансформатор. Такие же, вот, видите, вводные сжимы на эту сторону и на эту, ниже. Здесь, видимо, для отеля установлен еще один трансформатор. Трансформатор питает, вон, у него стоит один в одной сжим, вон она идет, линия ФИП, и уходит вот в ту сторону. А от этого трансформатора одна линия уходит в магистралью в ту сторону и частично вон туда. Вот это все идет магистральная СИП. Вот она толстая, видно ее магистральная линия, от которой все ведутся такие вот ответвления потребителям зданий, вот этих всех близлежащих зданий, отелей, магазинчиков и так далее. Ну и у каждого потребителя стоят вот аналогичные такие вводные щиты, где установлен вводной автомат. Так, в данном случае характеристика D на 32 ампера. Ну и счетчики также установлены. Здесь тоже самое, вот, например. Так, для примера покажу. То есть, да, вон, D32. Вот, 0. Синий все-таки выполнен, фаза черная. Счетчики электрической энергии. ЛЭКОП. Схема подключения, смотрите, какая. То есть, фаза приходит на первую клемму. Со второй клеммы, на вторую клемму подключается 0. То есть, вводные. Первая и вторая клеммы, это вводная фаза и вводной 0. Далее, третья клемма, между второй и третьей клеммой, перемычка. И 0 уходит на нагрузку. А четвертая клемма, это фаза на нагрузку. То есть, вот такая вот необычная схема. Таких схем у нас уже, как бы я не встречал. У нас обычно идет фаза первая клемма, фаза входящая вторая клемма. И третья, четвертая, 0, перемычка. Что здесь? Счетчик 5,30 ампера, однофазный, прямого включения. Да, прямого включения. Класс точности я не вижу. Барабан. 80 оборотов, 1p, 2 ватта. Ну, это, наверное, обозначает какой-то класс точности, что ли. Все, 2001 год. Там, сзади стоит автомат Мюллера. Вот как-то так. Вот, здесь даже фотографии будут. Так, вот, еще один чайчик нашел, тоже однофазный, класс, единица. Здесь 40 вольт, 5,30 ампер. Ну, схема подключения у него, по-моему, да, у него такая же. То есть, вон они, изолирующие провода приходят. С этих зажимов на первую, вторую клемму, отходящие уже, вот, меньшим сечением, отходят на подключение. Так, вот еще счетчик. Какой-то киловатт, хавр. Так, не вижу. Ceylon Electricity Board. Однофазный. Сингл-фест, так, класс 2.0, 86-го года. Fuji, японский счетчик, вот, Japan Fuji Electric. Ну, схема, наверное, скорее всего, точно такая уже, не видно. Вот, распределение с общей магистрали, то есть, по линии идет магистраль, а уже от нее, вон, видите, какая куча зажимов идет, отходящие линии на различные постройки. Сюда, здесь свой счетчик, туда, и так далее. Кому интересно, это коробка связи. Вот такой вот огород. Ну, и в заключении, вот, покажу несколько распределительных щитков. Автомата, в основном, используются фирмы Range или Orange, не знаю, ни разу такие не встречал. А характеристика C, вот, по 10 А на розетке, в том числе вот эту, и по 6 А на цепи освещения. Это, кстати, розетка для кондиционера. Она стоит с отдельным выключателем, и вилка у ней имеет такой же разъем, как и на Кипре. А видео, которого я уже снимал в отдельном своем видео. То есть, тот же самый разъем. И розетка с выключателем. Остальные розетки имеют вот такой вот стандарт. Сюда спокойно подходят наши вилки. Поэтому проблем, как бы, здесь не было. Ну, это тоже выключатель падает. Единственное, что при включении вилки в данную розетку у нас, получается, не задействован ПЕ-проводник, то есть, цепь заземления. Но в остальном оно, как бы, под наш стандарт, под наши вилки подходит. Так, ну вот один из щитков, который питал наш номер, и соседний, скорее всего. Ну, вот, как видите, здесь используются автоматы Orange, Orange, контактор на включение ключ-бирки, ну, вернее, на питание комнаты. Так, ну что, здесь тоже 10-амперные, 6-амперные, 16-амперные автоматы, 16-амперные. Так, вот 20-амперный какой-то автомат стоит. В общем, здесь стоит ПЕ-шина, желто-зеленые провода. Это нулевая шина. Это ПЕ и нулевая шина. Вот этой части, я так понял, это вот моего номера, потому что у меня контактор был отсутствует. Вот видите, здесь он был ранее установлен, аналогичный, типа нашего ПМЛ 1100. Здесь его у меня не было, поэтому я когда ключ-бирку убирал, у меня кондиционер и освещение, и телевизор, и прочие потребители оставались в работе. А на них просто вот поставили 20-амперный автомат. У соседнего же номера, если ключ-бирку вытащить, то в работе остается только, например, там холодильник и, наверное, кондиционер. Ну вот что, в остальном, также пытаются использовать вот гребенки. Вот вы видите на вот этих вот автоматах. Здесь вот так же. Маркировка вроде как соответствует, за исключением вот этой вот здесь, желто-зеленой вроде как используется. Там вот есть синие провода, здесь синие провода. Фазно используются коричневые. Здесь, конечно, по коммутации есть много-много вопросов. Особенности вот здесь, на контакторе. Да и вообще, вот здесь вот соединяется гибкий проводник без всяких наконечников к шинам. По сечению проводов и номиналам с защищаемой линией, в принципе, я здесь нареканий не вижу. Провод 2,5, защищен автоматами 16 А. Но здесь вот где-то нарушена гребенка, где-то фаза взята желто-зеленым проводом. Ну, в общем, вот как-то вот так. Ну, вот на этом, пожалуй, все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок